Всем привет! Блендер 2.90 и пока не готова именно моя шелби, будем вот с этой шелби мустангом узнавать как да что. Захотелось вот именно сделать аварию, чтобы вот этот корпус разлетелся и так далее. Давайте пробовать. Включаем риг, зайдем в режим позы. Так, я тут ставил на русский язык, чтобы кое-что понять. Так, те мы переключаемся на английский. И нам нужно удалить вот эту анимацию по прошлому ролику. Так, это нажимаем Delete, Keyframe. Опять выделяем весь риг, смотрим, чтобы у нас не было прописано именно какая-то кость в отдельности. Опять наводим на Timeline и Delete, Keyframe. Теперь нам нужно сделать анимацию, но прежде чем ее делать, давайте в Object Mode, тройка на NumPAD, и добавим Shift-A, сочетание клавиш, именно куб. Теперь G, английская, перетаскиваем куб подальше и трансформом, транспозом вот этим сделаем стену, в которую будет вот эта Shelby врезаться. Так, чуть-чуть ее подальше. Где-то так. Shift-A, добавляем Mesh, добавляем план, делаем S. И опять же ее растягиваем. Это будет типа асфальт. Можно даже пошире. Вот так. Смотрим, чтобы Shelby стояла именно на асфальте. План немножко можно поднять. Вот так как-то. Теперь выбираем кости. И нужно сделать новую анимацию по SMOD. Так, что будем делать? Пропишем первый кадр. Нажмем A и локация ротация. Теперь тройка на нампаде, английская A. Можно включить трансформ и перетаскиваем. Так, пардонте, где-то сороковой кадр ставим. На сороковом кадре машина должна быть вот в этой точке. И локация ротация, следом передвигаемся где-то на сорок... Давайте сорок седьмой кадр. Вид сверху семерка на нампаде. Выбираем вот эти вот колеса и поворачиваем их вбок. Теперь английская A. Все это дело прокручиваем. И подставляем где-то вот в таком духе. Чтобы вот этот зад машины был на полосе движения. Пишем A и локация ротация. Следом нужно подвести к кубу. Здесь у нее будет на 53-м пускай занос. Чуть-чуть она еще прокручивается вот так. А, и локация ротация. Смотрим, что получилось. Занос. И где-то на 63-м она должна врезаться в куб. Так, колеса теперь можно в другую сторону повернуть. Водитель старается выкрутить автомобиль. Английская A. И подводим к стене. Вот так. Соприкасаемся. А, и локация ротация. Следом семерка на нампаде. Переходим на другой кадр. 65-й. Здесь идет уже все быстрее. Идет английская A. Выделяем все. Идет удар. Так вот. Ударяется об стену. Пишем. И локация ротация. Теперь. Вот в такой вид ставим машину. Приподнимаем ее. Так, это уже будет на 69-м. Ну, 68-й кадр. Приподнимаем ее. Пишем. И локация ротация. 72-й. Перекручиваем ее назад. Немножко ее вот так еще выкручиваем. И локация ротация. Смотрим, что получается. Удар. И теперь на 76-м. Все это дело. Опускается. И немножко как бы отлетает. И локация ротация. И локация ротация. Врезается. Все нормально. И останавливается. Пойдет пока в таком духе. Так, теперь что нам нужно сделать. Нам нужно выбрать корпус машины. И добавить физики. Динамик пейнт. Это у нас будет кисточка. Brush. Add Brush. Смотрим, что тут. Mesh. Volume. Proximity ставим. Дальше. Так. Waves. Смотрим, что тут. Да как. Все оставляем в таком духе. Настраиваем стену. В стене ставим Dynamic Paint. Это будет у нас. Значит, холст. Canvas. Ага, пардонте. Это будет, значит. Стена будет у нас кистью. Add Brush. А машина у нас будет Canvas. Холст. Так, теперь. Vertex Anti-Aliasing можно поставить. За место Paint ставим Wilt. Что еще смотрим? От Output ставим Vertex Group. Вот это вот. Подключаем Vertex Group. Что посмотрим, как она себя поведет. Рисование веса. Вот вы видите, что бок у нее уже под удар готов. Вот колеса. И вот этот бок будет ударяться. Так, ставим вот в такое положение. Теперь нам нужно добавить модификаторы. Так. Object Mode. В Solidify пока перейдем. Добавляем модификатор. Displace. Опять же, если у вас сетка будет мало полигонов, то нужно добавить модификатор Subdivision Surface. Чтобы это лучше все потом разлеталось. Ну, пока добавим модификатор. Нормали. И добавим вот эту группу DP Wilt. Которую мы подключили именно вот в физике. Вот это вот. Vertex Group. Так, смотрим, что опять же получается. Следом. Нужно добавить F3 Quick Effect. Нажимаете F3 С включенным. Если у вас не появится, включите клавишу FN. Вот эту красную. Она будет отвечать за вот эту клавишу F3. И английская Q Вводите. И вот Quick Explode Нажимаете. Сейчас посмотрим, что получится. Вот вы видите, что машина вся разлетается в хлам. Нам этого не надо. Значит, мы должны создать новую группу. Заходим вот в эту функцию. Так, как она называется? Object Properties и создаем Vertex Group. Тут одна уже есть. Вы ее не удаляете. А прибавляете новую группу. Можете назвать Взрыв или Explode переименовать. Теперь заходим в Edit Mode. Пока я Q подключу. Включайте C клавишу английскую. И рисуем полигоны. Вот именно то, что должно у нас разлететься. Ну, допустим, вот фара, пускай разлетится нафиг. Так, вот как-то. Ну, и заднее крыло, чуть-чуть, часть крыши, пускай тоже пострадает. SK нажимаем. И можно попробовать, что сделать. Как-то все это дело деформировать. что ли. Вот, чтобы передок в хлам был нормально. Так, чуть-чуть вот так вот выведем, сомнем. Все пойдет. Теперь что делаем? Делаем CTRL-I и вот эту группу, которую мы создали, делаем Ecision. Применяем. Следом заходим в Object Mode. Так, смотрим, что получается. в модификаторе заходим и находим вот эту новую группу Export. Добавляем ее именно Group, Remesh, Refresh и вот у нас все тут осыпается. нужно сделать, чтобы вот эта вмятина именно появлялась уже на кадре при ударе. Вот так вот. Как это будем делать? Так, смотрим, тут еще казус будет. Вот, вы видите, что корпус исчез. Мы с этим тоже сейчас справимся. Нажмем модификатор. Давайте Solid и прибавим толщину. Так, теперь добавим группу вот эту. Так, еще что можно сделать? Simple Complex оставляем на Simply так материалы добавим двоечку ну вот уже корпус у нас целый. За исключением, что вот эта часть сейчас будем пробовать, чтобы она появилась уже при ударе. Машина чтобы ехала целая. так, что тут эту часть можно еще включить. Так, где у нас тут текстуры можно еще добавить текстур новая и подгружаем так не open, можно и текстуру подгрузить или вот здесь выбрать уже готовую выберем так clouds band стации давайте clouds выберем и вот сделаем ее так вот таким вот образом вот теперь она будет как бы мятая вот так и и применю в модификаторах так группа у нас стоит ну вот в принципе нормально вот она и пусть стоит normal так 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 стекло разлетается все пойдет вот вы видите что куски сейчас если промотать полностью анимацию куски будут падать именно сквозь вот этот план нам нужно чтобы они оставались тоже на этом плане вот здесь у нас получается куб нужно поставить удар вот она разлетается уже после 80 кадра а нам нужно именно с момента удара вот удар чтобы здесь был разлет уже это мы заходим в партикл так партиклы и ставим 68 кадр 68 enter и заканчивается вот эта вся анимация разлета должна на ну пускай на 92 опять же это партикл вот эта включенная машина так с этим делом разобрались разберемся те чтобы вот эти частицы не улетали ниже вот этого плана добавим плану опять же так констрины добавим динамик паинца опять же это будет канвас так что у нас тут есть здесь ставим у нас 80 кадр ну а здесь пусть 100 так остается здесь ставим рига кар ну и подключим вот эти вот вы теперь за место пэн поставим вихт опять же наверное смотрим что получается все это делаем все равно пролетает так что у нас тут бас канвас антиаляйзинг все равно так есть у aprovechar так радиус все просыпается сейчас нужно наверное добавить столкновение коллизию ну вот коллизия добавлено что получается давайте еще раз посмотрим машина идет идет удар части отлетаются отталкиваются от пола и все нормально так попробуем тогда удалить динамик paint или в принципе пусть остается не мешает так что еще ну корпус такой вопрос тут возникает корпус я изменил вот я его подмял так вот делать в принципе наверное не надо нужно просто отмечать группу давайте изменим группу вот эту так вертик с группу тату удалим создадим новую зайдем теперь в edit mode и control и и это все вернем назад вот так короче и не надо вдавливать пусть машина будет целая так это мы возвращаем на место и его вытягиваем вперед все пусть машина так и остается немножко c еще побольше 10 подкрасим так ну и немножко капота вот так вот мустанг тоже пусть разлетится с кей корпус тогда пусть тоже в хлам вот так скей контрол и и назначаем опять же применяемой сижим группу так смотрим обжиг мод машина опять же разлетается вся почему потому что нужно опять применить вот эту группу вот explorer ударут и refresh нажать и вот у нас получается части разлетаются но еще какой косяк получается что машина то имеет текстуры и вот эти части вы видите что они в принципе стали белыми да вот как с этим бороться я не знаю можно попробовать вот отключить вот эти текстуры или control z как ты их может потом просто подкрасить вот используя вот эти вот так текстуру paint возможно как-то все это дело подкорректировать ну или заходим в материалы и просто давайте применим серый цвет так control z control и вот этим которые нарисовали вот и мы применим сижим так заходим control и нажимаем или давайте попробуем снять полностью выделение для эксперимента все таки группа уже назначена так в обжиг мод ну вот увидите что материал как применился вот этим еще нужно будет поработать машина разлетается сквозь пол все это дело по моему уже не падает смотрим что туда как да вот частицы остаются ударяются на коллизию столкновение так стоп и ставим давайте 120 кадров ну чтоб машина чуть-чуть постояла но и куб чуть-чуть подкорректируем опустим и вот машина летит врезается находим еще вот опять же можно найти вот эту коллизию так это динамик нам нужен пол конус внизу у нас коллизия это вот у нас на коллизии стоит проницаемость 0 10 можно чуть-чуть прибавить вот так вот ну и поиграться уже уже дампинг чуть-чуть побольше сделать каких-то вариаций больше разлета ну так что-то добавить частиц можно попробовать так коллизия корпус находим машины и допустим нам бы поставим 300 частиц вот этих которые должны разлетаться так вот машина едет и ее заносит идет удар и вот разлетаются частицы частицы на полу стекло разбито давайте посмотрим бок куб отключим бочина в хлам вот этим вот частицам можно еще толщину придать именно используя модификатор опять же solidify вот solidify его находим текстуры текстуры normal particle simple ну вот частицам еще придать какой-то я не знаю внешний вид так что у нас тут есть еще вертекс групп можно еще добавить посмотреть что тут получится ну вот такая штука получается вот идет занос машина уходит и бац и в хлам все всем пока до свидания и 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